В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Большая война в Донбассе. И еще, можно ли договориться с новым американским президентом, чтобы Запад перестал поддерживать бандеровских нацистов? Проще говоря, что может предложить Россия, чтобы Трамп слил Украину? Да. Вы знаете, есть некоторая странность. И на федеральных телеканалах все время обсуждают вопрос этой большой сделки между Путиным и Трампом по Украине. Типа, что может Россия предложить Трампу, чтобы он Украину слил? И вообще, как получится, не получится? Ведь Трамп в своих действиях не свободен, ему не дадут и так далее. И почему-то мало кто спрашивает, и мало кто рассматривает этот вопрос с другой точки зрения, просто с другой стороны. А, собственно, что может предложить Россия Трамп? Во всякой сделке есть две стороны. Если есть некий объект этой сделки, в данном случае это Украина, она, конечно, не субъект. Все эти там Порошенко и Турчиновы, это все, так сказать, люди самостоятельной роли на уровне президентов России и Соединенных Штатов Америки не играющие. Но если есть объект сделки, значит, должны быть предложения с обоих сторон. А Трамп-то что может предложить? Да, Украина для России очень важна, с этим никто не спорит. Это вещь очевидная. Но от исхода борьбы за Украину зависит, например, контроль Москвы практически над всеми республиками постсоветского пространства. То есть, если мы сумеем переломить ситуацию, Украина войдет в сферу влияния России, то ясное дело, что и батьке белорусскому уже брыкаться будет не с руки, и Кавказские республики, и Среднеазиатские республики, они уже, конечно, совсем по-другому, так сказать, будут относиться. Хотя и сейчас по значительной части, так сказать, направлений на Кавказе и в Средней Азии у нас, в общем, дела обстоят вполне прилично. Но тогда станет уже совершенно очевидно, что вокруг России формируется такая зона ее влияния, буферная зона из бывших советских республик. Ну, может, за исключением Прибалтики, которая вошла уже в НАТО. Ну, и кроме того, в военном отношении, если рассматривать возможность, гипотетическую возможность, большой войны в Европе, какой-то там Третьей мировой войны, конечно, вхождение Украины в сферу влияния России делает практически невозможным вторжение с применением обычного оружия, сухопутное вторжение на российскую территорию. Остается плацдаром в Прибалтике, который, так сказать, будет вдаваться, как бы вклиниваться и непосредственно в крайне неприятной близости находиться, например, от Петербурга. Но, тем не менее, это уже, так сказать, пусть неприятная, но деталь. А в целом станет ясно, что любое враждебное влияние, любая военная инфраструктура враждебной России, она отодвинута от наших границ на самых опасных направлениях, там, на сотни, если не на тысячи километров. Ну да, так вот и все говорят, Трамп понимает важность Украины для России. Понимает. И именно потому, что он эту важность понимает, он будет разговаривать с Путиным с позиции силы. Ну а с позиции силы, ладно. А сил-то это есть у Трампа? Сила-то есть? Дело в том, что речь идет, в данном случае, конечно, о военной силе, потому что попытка опираться на силу экономическую или финансовую уже показала свою несостоятельность. То есть санкции против России не сработали. Вещь очевидная. То есть опираться на вот эти аспекты американской мощи уже Трампу не приходится. Вот что касается военной силы, да, это да. Так вот, что, так сказать, здесь-то что у американцев? Как обстоят дела? Надо сказать, что военные возможности США сегодня сильно ограничены. Это правда. Несмотря на то, что Америка остается сильнейшей в военном отношении державой в мире, да, но ее возможности сегодня сильно ограничены. Вот, например, 22 мая, просто чтобы не быть голословным, я приведу свидетельство нескольких высших, высших, не абы каких, высших военных чиновников, генералов, американских же. 22 мая, прошлого года еще, генерал Джозеф Данфорд, который занимает пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. То есть, говоря по-нашему, он начальник генерального штаба. Так вот, он, выступая на слушаниях в Конгрессе по военному бюджету на 2017 год, то есть на нынешний год, он заявил следующее. Ни военно-воздушные силы, ни военно-морские силы Соединенных Штатов в ближайшие годы не смогут противостоять возможным угрозам. Нестабильность финансовой обстановки на фоне высокой вовлеченности американских сил в военные действия за рубежом подорвала нашу боеготовность. Чтобы выбраться из этой ситуации, понадобятся многие годы. «Армия, флот и корпус морской пехоты США даже при дополнительном финансировании не смогут восстановить нужную степень боеготовности до 2020 года, а военно-воздушные силы до 2028 года». Ну вот, если говорить о военно-воздушных силах американских, то там, например, не хватает, им сейчас не хватает. Ну, помимо того, что самолеты у них стремительно стареют, там уже к 30 годам средний возраст боевого самолета американского уже приближается к 30 годам. В военно-воздушных силах США сегодня не хватает 1555 летчиков, причем для истребителей, для бомбардировщиков, то есть это как бы элита ВВС. Не хватает, понимаете? 1500 человек, причем это же на самом деле даже хуже, чем проблемы с техникой, потому что технику-то можно построить, условно говоря, там за год можно построить дополнительно 100 самолетов, а 100 летчиков ты за год не подготовишь никак. Цикл подготовки хорошего военного летчика это минимум 7 лет. Поэтому восстановить кадровую самодостаточность существенно труднее, чем решить проблемы с материальной частью. Но это, кстати говоря, не единственная, естественно, проблема. Вот заместитель начальника штаба армии Соединенных Штатов Америки, генерал Дэниел Аллен, вот он на фотографиях, он на очередных слушаниях в Конгрессе уже в этом году, в 2017, признал, что, внимание, вы послушайте, из 58 бригад сухопутных войск Соединенных Штатов Америки только 3 бригады, то есть 5%, дальше я цитирую, готовы к бою прямо сейчас. Понятно, да? То есть, говоря нашим языком, в сухопутных войсках Соединенных Штатов Америки части постоянной готовности, которые вот могут команду дали, и они начали ее выполнять, составляют 5%. Я вам просто для примера скажу, что у нас, в соответствии с нашей нынешней доктриной, все развернутые части должны находиться в постоянной бою готовности. А американцы попали в ту же ловушку, в которую в свое время попал Советский Союз, у которого было огромное количество кадрированных частей, да, то есть мы предполагали, что мы в угрожаемый период будем разворачивать огромную армию, и поэтому у нас было множество частей, оружие хранится на складе, есть командир части, там несколько офицеров, которые просто наблюдают за сохранностью техники, поддерживают ее в нужном состоянии, а вот в случае мобилизации мы уже туда, так сказать, наполним эту часть личным составом, проведем быстренько боевое слаживание, и они пойдут в бой. Да, при скорости современной войны это уже совершенно никуда не годится, не говоря о том, что это затратно. Так вот, американцы попали в эту же ловушку, но они попали по другой причине немножко. В Советском Союзе такая структура была, потому что у нас огромные сухопутные границы, и наша военная доктрина, советская, предусматривала вообще необходимость там в случае серьезной войны в Европе просто там за 48 часов дойти до Ла-Манша. Но дойти-то можно, а потом же нужно эти территории контролировать и так далее. Поэтому у нас даже вооруженные силы Советского Союза, даже уже там в последний период, когда они начали сокращаться, они были в 3,5 раза больше, даже в 4 раза больше, чем по численности, чем современная российская армия. Но у американцев другая проблема, они не поэтому попали в ловушку. Они попали в ловушку как бы из-за карьеристских устремлений собственных генералов. Дело в том, что в Америке количество генеральских должностей определяется не так, как у нас. У нас штатные есть должности, ну вот командир дивизии, он должен быть там, это звание генерал-майора, там командующий флотом, это звание адмирала, ну и так далее. Значит, и количество адмиральских и генеральских должностей у нас можно определить, так сказать, всегда посмотрев штатное расписание. У американцев не так. У них количество генералов ежегодно, количество генеральских должностей ежегодно утверждает Конгресс. То есть Конгресс сегодня вот он утвердил, условно говоря, что должно быть тысячи генералов в американской армии. На следующий год он рассматривает и говорит, слушайте, а у нас произошло сокращение частей. Мы вот эту часть сократили, эту, эту, эту раз, и вместо, значит, тысячи генералов остается 800. Понимаете, да? То есть количество генералов и адмиралов американских рассчитывается, исходя из того, сколько частей развернуто у них вот в данный конкретный момент. Но это на бумаге, естественно. Это значит, никто из американских генералов не заинтересован сокращать ради повышения эффективности, сокращать части. То есть они будут сокращать личный состав, бюджетных денег не хватает на содержание всего спектра. Нет, чтобы сократить, там, условно говоря, пять бригад, зато все остальные содержать в хорошем состоянии. Нет, они там, вместо того, чтобы эти пять или десять бригад сократить, они во всех бригадах, так сказать, посокращали, кого можно, но сами бригады на бумаге остались. И количество должностей генеральских и адмиральских у них не уменьшилось. Понимаете, какая штука? Ну, в общем, беда эта всем известна. Вот в январском номере за 2017 год, журнал Proceedings, это хороший такой профессиональный журнал, издается он военно-морским институтом США. Вышла статья, которая написана аж тремя американскими адмиралами. И называется «Распределение смертоносности». Статья эта посвящена проблемам военно-морских сил США. В ней адмиралы, по сути дела, признают, что современный американский флот не готов к войне с противником, вроде России или Китая. А почему не готов? А вот почему. Потому что, значит, 20 лет они затачивали свой флот для борьбы с папуасами. Ну, все, считали, Советский Союз развалился, значит. Значит, равного противника нет и не будет. Вот у нас флот, который должен поддерживать политику канонерок, так называемую. То есть, что мы в любой район земного шара приезжаем, и если кто там против демократии, мы им быстренько, так сказать, большой дубинкой чпок-чпок-чпок постреляли ракетами. В результате, сегодня в военно-морском флоте США нет средств преодоления зон закрытого доступа наших, вот мы научились создавать, сколько раз мы с вами говорили, да, с помощью систем противовоздушной обороны, с помощью ракетных, противокорабельных систем. Создается вот такой пузырь. Не готовились к этому американцы. Нет у них на кораблях средств преодоления этих зон закрытого доступа. Нет на кораблях современных средств борьбы с надводными кораблями и подводными лодками. Комплексы, которые стоят на вооружении в американском флоте, на кораблях, это, значит, гарпун противокорабельный и сабрак, это против подводных лодок. Это комплексы, которые разработаны 40 лет назад. 40 лет, и ничего нового, они пока, они не готовились, у них сейчас и на подходе ничего нет. То есть, ничего близко, соответствующего, условно говоря, нашим противокорабельной версии калибра, да, или ракетам, которыми стреляет береговой комплекс «Бастион» наш по кораблям, у них ничего подобного нет. Понимаете? Нет отработанной тактики действия в морском бою с равным противником. Ну, нет, и инструкции на эту тему нет. Нужно же написать в боевых уставах, соответственно, и забить положение. У них этого ничего нет, потому что они к этому не готовились. И вот эти адмиралы, три адмирала, они пишут, военные моряки США, я цитирую, превратились в специалистов по запуску томогавков по наземным целям из морских акваторий, где им никто не угрожает. То есть, там масса проблем с военной силой. И вот, имея в виду это все, а что Трамп-то может предложить с позиции силы Путина на Украине? Потому что, по большому счету, у нас там и так все пучком. То есть, по-человечески, конечно, там продолжается трагедия, гуманитарная катастрофа и так далее, и так далее. Это все понятно, с человеческой точки зрения это все просто рвет сердце. Но если посмотреть на это холодными глазами политика, Россия контролирует, достаточно твердо контролирует ситуацию на востоке Украины. Ополченцы удерживают границу. Удерживают. Без большой войны невозможно их заставить отступать. Но Путин уже говорил, что мы не бросим, если вдруг начнется, не дай бог, мы их не бросим. Отработаны, мы уже показали, на самом деле, отработаны все эти механизмы по быстрому набору добровольцев на территории России, которые будут воевать. Разного рода отпускники могут опять, так сказать, массово уйти в отпуск. Ну, что дурака-то валять? Всем на самом деле понятно, что просто Россия сказала, что и не надейтесь. Военные силы и не надейтесь даже. Что касается внутренней ситуации на Украине, она все время деградирует. Порошенко там висит на ниточке. Его свои сожрут. Похоже, что вот это обострение ситуации он намеренно провоцирует, просто чтобы отвлечь, так сказать, внимание от своей персоны. Просто во время войны, да, лошадей на переправе не меняют. Его свои же сожрут. Свои же нацики. Европа Украине помочь уже не может. Да и не хочет, уже очевидно, что все, всем она вот, надоела по самые ноздри. Американцы, Америка категорически не заинтересованно ввязываются в какую-то войну на Украине. Но сказал Киссинджер, и уже повторяли ближайшие советники Трампа, что Украина не входит в зону жизненных интересов Соединенных Штатов Америки. У них годовой дефицит военного бюджета 88 миллиардов долларов. То есть им нужно бы, просто чтобы свести концы с концами в соответствии с нынешними концепциями, дополнительно в военный бюджет добавить 88 миллиардов долларов. То есть у них дырка в военном бюджете больше в полтора раза, чем весь военный бюджет России. Понимаете? Так что здесь вот с позиции силы как-то не очень поговоришь. Ну а в Кремле просчитывают, естественно, любые варианты. И просчитывали раньше. Вот покажите карту, пожалуйста. Да, вот эта вот карта, значит, захвата, захвата Украины в 2014 году, она составлена как раз бандеровцами. Это украинская карта. Значит, как вот планируют захватывать, что сперва Крым, потом вот три области на востоке Украины, ну типа, а дальше там эти, значит, злые москали, глядишь, и все левобережье под себя подомнут. Вот на самом деле, да, если, так сказать, посмотреть, как ситуация развивается в последние два года, ну так оно и происходит. Значит, Крым взяли. Сейчас ситуацию в военном отношении, ситуацию на востоке относительно стабилизировали, да. Значит, любая попытка изменить баланс сил приведет только к тому, что ополченцы захватят новые регионы. Значит, ну а дальше чего нам, собственно, над Кремлем-то не каплет. Мы можем и подождать, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Кстати, вот интересно, недавно был рассекречен доклад ЦРУ от 1957 года, да, 1957 года, покажите нам карту, пожалуйста. Так вот, этот доклад, это карта наша, но смысл заключается в том, что вот доклад этот ЦРУшный, он был посвящен тем территориям, где сильны пророссийские, антироссийские настроения. Так вот, там, это 1957 год, рассекречен сейчас, можно почитать. В 1957 году ЦРУшники говорили, ребята, значит, смотрите, в Крыму ловить нечего, Крым прорусский был, прорусский есть, прорусским будет. Значит, в Донбассе, ну и вообще на территории, которая здесь обозначена как Новороссия, у них там отдельно, по-моему, на 12 зон они разделили Украину. Ну вот то, что здесь как Новороссия обозначена, там сказано, там можно опираться только на переселенцев Западной Украины. Вот та часть переселенцев, которая за советское время переехала там, западенцы, да, в Одесскую область куда-нибудь там, в Николаевскую, в Херсонскую, вот на них можно опираться. Донбасс стопроцентно прорусский, остальные области при первой же возможности уйдут. То есть это я к чему говорю, к тому, что вот ничего не изменилось, понимаете. С 1957 года это говорит о том, что на самом деле в основании вот этой приверженности огромной части Украины и украинского населения к России, к русской культуре, к русскому миру лежат такие глубинные факторы, которые, ну, невозможно изменить там за год, за два или даже там за 10 лет. Понимаете? Так что вот, подводя итог, я думаю, неудивительно, что недавно на вопрос журналистов о возможности большой сделки между Трампом и Путиным по Украине Песков, пресс-секретарь Путина, ответил следующее. 9 февраля он заявил, вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности. Тем более предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством. Но в переводе с дипломатического на простой это означает следующее. Не, ребята, о чем договаривались? Мы и так все додавим. Что вы нам можете предложить? Мы и так ситуацию додавим. Сил у нас хватит. Продолжение следует...